Как же у нас люди-то ездят, в каком количестве они ездят, я вот никак не могу представить, что же у нас творится-то и зачем люди обучают вождению, потому что кошмар просто. Одна машина стоит, представляете, мне ее буквально возле дома два раза поцеловали. И это творится везде, понимаете? Но, конечно, не хочется, чтобы своя машина была в таком коцаном состоянии, да я вообще этого не воспринимаю. Я, естественно, приезжаю сюда, на улицу Сурикова 11, потому что здесь есть Павел Базаров, потому что он очень-очень быстро правит мне машины. Да, правит машины, потому как я врезался, ну, наверное, два-три раза, да, а в остальное-то количество все в меня врезались. А где править машину? Ну, естественно, здесь. А вот такие машинки и получаются в городе, который стольный Каир замешивает на гипермудрячем производстве. Ну, в Каире понятно, машинки столкнулись и такого попадоса нет. Здесь любое столкновение – это попадос. Попадаете вы, попадает тот, кого вы, попадает тот, чья лошадь не моя. Ну, конечно, все это делается. И, зная, сколько это стоит, все это, по сути, конечно, недорого. И не дороже покупки нового авто. Но вот ведь задачка – как этого-то избежать? И задача, походу, немыслимая – городу, в котором каждый перец сходу пересаживается из трамвая в авто. Но мы так часто видим, что люди ездят на машинах, и вот внезапно из новой машины через 3-4 месяца машина превратилась в непонятно что. Как такое вообще возможно? Ну, движение сейчас стало очень плотное. Очень много неопытных водителей, хоть с той стороны, хоть с этой стороны. ДТП происходит просто повсюду. Сейчас мы еще ожидаем снежок, и я думаю, ДТП будет просто шквальное. Связано это, я думаю, со многими факторами. Тут их всех просто не перечислить. А вот смотрите, примерно так получается. Люди разные бывают. Я, допустим, молюсь над каждой трещиной, а кто-то же не смотрит на это дело. Там царапина, тут царапина, и в итоге что получается? Да, я вот наблюдаю за такой тенденцией, что если человек взял новую машину, немножко ее помял и не обращает на это внимания, то через некоторое время, буквально через 3-4 месяца, она вся такая по кругу. То есть уже отношение к автомобилю меняется, он уже не новый, он уже помятый. Кто-то где-то облокотился, кто-то где-то там поцарапал, ничего страшного, и все это накапливается. А если машинка с иголочки, то и отношение к ней такое бережливое, и она дольше остается целой. А давайте мы скажем, что у того, у кого машина с иголочки, цена-то просто немножко другая, чем та же машина, практически тех же годов, но у которой уже покоцаны. Ну да, если вдруг там приспичит продать машину срочно, то целенькую машину продать гораздо легче, чем если она вся покоцанная. А как проще восстановить? Ну то есть, допустим, небольшая царапина, где проще восстановить? Ну, надо приехать к нам, мы здесь оценим ущерб, назовем сумму, что под чем стоит, сколько стоит краска, сколько стоит работа, и сколько времени потребуется, чтобы все удалить. Сделаем, покрасим. А цена вопроса? Покраска у нас начинается детали от 2000 рублей. Да, здесь такие цены. Да, здесь не кормят ни директора, ни дворника, и мы не будем перечислять всех тех, на кого тратятся ваши денежки. Да и это по сути-то хорошо, и я выбираю гараж. Я-то знаю, что и сделают, и покрасят, и отполируют, и будет это клево. Да потому что, по сути, нет ни у кого камер. Да и нафиг она нужна-то? Ведь главное это чистота, а здесь и она присутствует. А вообще-то, по сути, крендели, умеющие делать машины. Вы передачку-то до конца досмотрите, впишите номер телефона, и авось до вас докатится, благая весть. Благо машин у меня может быть много. И вот понятно, если вы машинку не бережете, и в скором времени даже из вашей королевки, которая только что была продана в лизинг или в кредит, машина будет, естественно, какашечкой. И вы эту какашечку, в случае чего, даже продать не сможете нормально, что я вам рекомендую делать. То есть, я, конечно, понимаю, что у нас люди ездят как будто в Каире. То есть, я когда разговаривал в Хургаде, они говорят, ну и что, толку-то новый автомобиль. До Каира доехал, и машина уже не новая. Вот у нас примерно так же ездят. Но раз вы не хотите жить как в Каире, а хотите смотреть и видеть свои машины в нормальном состоянии, то лучше, чем Павел Базаров, который работает вот здесь, на улице Суриково-11, вам и не нравится.